бонус до молодцы красавцы да хорошие хорошие все уже и камеру облизал то что надо то что надо вот так вот еще и маламут долго подбирал девчонку парень у меня третье поколение из маламутов его с его дедушкой мы на соревнования ездили вот как раз выиграли один из кубков один из этапов кубка мира вот это поколение те которые носится как сумасшедший его бы энергию в мирных целях соревнования вот это интересно это да я честно говоря даже представить себе не могу как как это вот что значит ездить на соревнования там кубок мира с маламутами что это это же подготовка это готовились я с его дедушкой вот как раз самого детства мы начинали заниматься спортом там по правильной методике чтобы не перетруждать но с другой стороны чтобы привыкал к бегу к ко всему тянуть и упряжку все но и я думаю что мы добились хороших результатов потому что по моему в двенадцатом году это было ну в америке где казалось бы да это традиционно они всегда ездили на аляске на упряжках и участвовать в этих соревнованиях вот как просто маламуты относятся ко второй скоростной категории вот ну в силу того что они предназначены для экспедиционных как сказать экспедиционная собака то есть они они могут идти 200 километров в день со скоростью 15 километров в час то есть они особо не перетруждаются они пришли такие ослики мира собак тянут и тянут да они если хаски они скоростные собаки то это они такие тяговые да они 80 километров от силы нормально у него не было стиральных машин а сколько собак в упряжке ну по международным правилам от двух собак могут даже от одной принципе на соревнованиях одна собака две собаки 4 собаки 6 0 и как бы вот вот тот то соревнование где вот на аляске проходит каждый год там по моему 14 или 16 собак вот там достаточно серьезно тогда они порядка больше тысячи километров несколько этапов то есть ты можешь идти без остановки можешь остановиться но все в твоих соображений так не затопчите меня пожалуйста да это вот дети красавица самая такая элегантная девчонка да попасть в стадо ослов у нас здесь до в ленинградской области да вы же красавцы вот совсем недавно я видел ослов но в казахстане какие ослики так не пихай под руку пожалуйста так как так ну ка дайте я пару шагов сделаю какой хороший лохматый так закрываю вот так это ослики но не хотят они на улицу сегодня одного ослика два человека не могут вот вам вот вам насколько сильные сильные ослики какие то что они не хотят они не будут делать мышка теперь я думаю что мы ее в свинку переделали потому что она ходит валяться где погрязнее из белого ослика уже получился не очень белый да уж да уж это верно но это вот у него единственное такое вот свинское какое-то направленность свинцы поваляться причем чем больше ее пытаешься вычислить тема с большим энтузиазмом она идет валяться в грязи молодец да ладно стадо осликов в ленинградской области мы практически единственные заводчики ослов фактически вот вот фактически единственные да не надо их больше выгонять час вот все домой вот нафиг говорят ваши гулять не надо гулять конечно но свинка тоже домой тоже домой сейчас про идеи будем говорить вот уже уже мы говорили но когда-то и все уже забыли об этом в чем идея зачем вообще ну зачем ослики ну уже не мы же я их выкупила со время с бойни там выбора в общем то не было ехала там на бойне 15 ослов у меня хватило денег на 7 ну вот как то так а потом когда они приехали вернее когда они уже стартанули оттуда ко мне я честно говоря впала в жуткий ужас потому что но я никогда вообще нибудь мне не было общение с лошадьми я к лошадям очень параллельно отношусь то есть вот скажем свойства психики лошади мне не очень нравится то есть это вот испугалась понесла там укусила нет нет ну эти тоже могут но нет у них совершенно другой менталитет то есть это вот почему у нас часто отряд просят там детям которые хотят заниматься издавну то есть как кататься надо потому что в отличие от пони осел никогда не понесет осел никогда там даже если где-то что-то лопнуло у кого-то шина или что-то случилось но ведь идея ладно но не только потому что вот я выкупила 7 осликов я уже не знаю сколько их тут это только начало на самом деле ну если не пугать и меня я была не в курсе это во-первых животное которое всегда может быть просто другому участке ты ну ну во-первых просто для души если коня завести достаточно проблематично ну и как бы проблем с лошадью достаточно много это если один а у вас же их вон сколько одного для души а душа то большая это просто уже наркотик знаешь как вот я у меня собака тоже начинал сады козы с одной не толкайся то есть это просто ты начинаешь общаться с животным понимаешь что тебе это нравится и уже не остановиться ужасно вообще его так как бы призываю людей если действительно хотят завести какому-нибудь какого-нибудь животное для души именно как друга или для прогулок совместно там или если вот много хочется и плодотворно общаться то ослы это вот ну очень оптимальный вариант и по содержанию и по питанию проблем минимум молоко хорошее молоко но я попробовал тогда немножко вроде вкусная я молоко не люблю я молоко не пью но в общем даже по мне неплохое похоже на коктейль из макдональдса как моя сестра говорит сладкая такая водичка абсолютно на мой взгляд пустая то есть мне это напоминает знаешь помыли бутылку из под хорошего козьего молока и вот это помывочная вода это и есть остальное молоко но при этом я не знаю видимо за счет содержания да то есть она остается растут безумно быстро безумно быстро растут и даже козлята вот бывают слабые козлята да я их часто сажаю на остальное молоко и они быстро очень поднимаются ох молодец но она полезная я тебе говорю 60 раз больше витамина c чем в коровьем из содержания кальция и d3 ну в такой легко усваивающейся форме что дети которые например с задержкой роста там да вот бывает которые не усваивают кальций то есть они идут на этом молоке поразительно кто у нас купался в ослином молоке клеопатра вот там целое стадо белых ослиц по моему было не белых но неважно дело все в том что мне как-то позвонил один товарищ и говорит а вы продаете ослиное молоко я говорю да он говорит а сколько можно купить я знаю что иногда люди ну по ним его же достаточно 50 60 грамм взрослому человеку в сутки чтобы ну если с лекарственной целью да мы это употребляем я буду сколько хотите он говорит отлично мне нужно 100 литров мне я чуть телефон не проглотила говорю нет вы знаете до таких высот вы не дошли ягра зачем он говорит у нас парфюме но какая-то косметическое производство какое-то мы хотим вот наладить линию по производству препаратов на ослином молоке я говорю замечательно назовем клеопатра помочь не сможем в этом потому что ну мы во первых не таких размеров хотя разговаривала с одним дяденькой у которого бывший сосед уехал в америку я там 600 ослов он в районе самый богатый человек вот именно на ослином молоке 600 ослов снимаешь я иногда утром прихожу и вот на нее так сверху повис ну если закрыть глаза она не знает зачем мне это надо думать что я ку-ку но раз я так хочу значит мне зачем-то это надо и нас стоит и вот я на ней повис но если закрыть глаза она дышит и такой очень что ты на ките и лежишь и вот этот кит но это вот это даже невозможно передать ну не знаю состояние гармонии полный вот ты в какой-то транс там кота ребята короче психи абсолютные полные наши люди а козочек посмотрим на слов загоним и посмотрим козы ты бессовестная я понял в чем радость я понял счастье это чтобы не застаиваться движение жизнь так а вот вот буквально вчера на видео старое старое видео про этих коз пришел комментарий рассказываете ерунду молоко ничем не отличается молоко у любой козы такое же если чисто взяли никакое молоко пахнуть не будет а вот эти вот ваши безрогие козы страшно крикливые ужасно суетливые и вообще полная ерунда и поэтому только для того чтобы продать козлят вы такое рассказываете про запах молоко есть породы коз до у которых вот у андрей тоже как бы даю коз прекрасное молоко без привкуса без запаха но есть такое понятие сыропригодное молоко и несыропригодное и у коров и у коз это зависит от содержания белка и жира так вот у нубов сыропригодное молоко где пусть попробует сделать масло из молока например занятской козы почему со мной спорят и говорят что из молока из козьего молока не сделать масло сделать просто молоко должно быть такое ведь проблема не вне я отлично знаю есть даже коровы джерсейская корова с 6 процентной жирностью конечно а есть и якутская порода у которой один из процентов жирности не даже было так и карликовые коровы 11 процентов там мало очень какой короткий период лактации мало молока но сам факт да дурить можно 11 процентов сливки 20 чем-то 22 лось 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 это идея которая давно уже была да те которые останутся без матери силу каких-то он прыгает барьер 250 ну ничего сделаем здравствуйте красавицы какие вы горбоносые все-таки каждый раз я удивляюсь какие же вы горбоносые это поразительно что там с таким трудом встаем какие красавцы нубийцы конечно невероятные козы красивые у меня качество молока и экстерьерные моменты он обувь нет в этом смысле соперников на мой взгляд я хорошо отношусь козам ко всем но вот ты же знаешь это отдельная история нашего городка но их стало больше по моему тоже нет нет у нас через зимой да да вижу мускусные утки там они теперь спят вместе с козом сначала приехали бегали пугались а теперь едят из мисок у коз спят с козами в куче им похоже нравится в этот планировали построить утятник а теперь при пришли к нулю что нужен ли уткам утятник но на самом деле почему нет да по им им нормально тут и живут и живут ну да я вам не дам тебе ничего что такое по карманам лазать нормально а как и на у тебя скажи в кармане у меня что-нибудь найдется наверняка классные классные и запасах и котлета классные что сейчас какими-то новыми линиями потому что я помню там были идеи не такие у меня два козла приливе приехали вот но когда это еще было возможно во время к вида они там зависли полтора года стояли там на крайне на карантине на передержки прошли было не отправить связи с к видом потом все таки мы их получили на потом связи с известными событиями это была последняя видимо поставка но мы по крайней мере упаковались генетикой можем теперь играть ох ничего себе такие вот как бы по дону ничего себе красавцы да если сравнить вот козел с рогами но который это сломать то я думаю что сейчас я могу вытащить показать поэтому я боюсь как это сторонник безрогих да это потом у него рога будут загибаться вот так вот ну рога это с одной стороны красиво травматично согласен это уже почти под седло да да ну кстати есть же ездовые козлы есть соревнования даже но там на тачках да да ну тем не менее есть специальная упряжка они все они бегают и ставки делают даже и какие красивые конечно сколько же действительно весит ну не под сотню на килограмм 70 да конечно козлы сто тридцать в хорошем то есть они сейчас гон идет они похудели обычно 130 140 килограмм обалдеть обалдеть если он не захочет с ним справиться да не сдвинуть потяжелее да чем с ослом даже я думаю класс мы пока держимся как бы пытаемся это все на инвизинге работать там сохранять умножать как можем надо промывать гулять идет рамон пока она не узнал Слышно только мелкое, видишь. Остальное ехало-балило. Они не очень хорошо так стояли. Красиво прямо. Группа в полосатых купальниках. А это кеклики горной куропаткой. Вот эти мы взрослых брали, а эти уже то, что мы вырастили. Да, это уже сами. Причем они более перспективные и как яичная порода, чем перепелки. И, ну как мясная, мы не рассматриваем. Но, тем не менее, говорят, что и мясо вкусное. Ну, мясо вкусное, но у них кладки ну две в год. Нет. Вот буквально недавно только закончились. Причем так же, как куры. три-четыре-пять яиц. Смотри, пять самок, один самец. У нас, то есть я вынимала там два-четыре яйца. То есть день два яйца, а день четыре яйца. Ну да, да. Причем мы уже не знали, куда их девать, нам надоело их инкубировать. Да, и кеклики у них несутся. Ну, кеклики красавцы. Ну, сами насколько. Вон те уже, ну, выращенные, которых мы из яиц выращивали. Мы уже взрослые. Ох, какие голубоватые. Голубоватые. Это, ну, это не арауканы. Или арауканы? Это пухели. Чем интересна порода, кроме того, что она черная? Вот мы как-то все знаем черных шелковых. Вот они черные. Ну, они и белые, и рыжие бывают. Нет, здесь, во-первых, ты знаешь, совершенно другой менталитет у кур. Вот куры, они все почти агрессивные птицы. Вот здесь, вот они с кекликами могут жить вместе. То есть они очень спокойно относятся к другим птицам. Не говоря уже о том, что вот эти 9 петухов и 25 кур живут вместе. Без какого-то кровопролития и чего-то экстремального. То есть очень такие лояльные и приятные по мироощущениям куры. Ну, мясо не едим. Но китайцы, например, утверждают, что мясо этих кур, оно же черное. И кости черные, и все внутренние органы черные. Что оно лекарственное. Но у них этот цвет черный за счет большого количества эндотелина-3, который содержится в куре. Это действительно для человека и для сердца. Там у сосудов очень хорошо. И в плане восстановительного периода это действительно работает. Ну, и яйца они несут. Нет анамнеза, но говорят, что на эти яйца нет аллергии у тех людей, у которых аллергия на куриные другие яйца. Очень большой желток, очень мало белка. И они органолептически, конечно, вкуснее, чем обычные яйца. Вот эта самая любимая моя коняга. Вот с нее все началось. Так что, друзья, будьте осторожны. Это всегда случается. Да, заводишь первую змею, первого паука, первого ослика. А дальше это катится уже и остановить невозможно. Это все проверено. Давай на ручки. На ручки, конечно. Давай на ручки. Висти-ка. 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 Да. Вот почему я вот такой мастер хочу линию провести. Ну, во-первых, без белых носов. Ну, это отличительная черта вот осликов. Белый нос. Вот. А здесь вот как раз такую линию. Вот это мальчик наш. Вот. Чтобы были полностью темные. Темные, да. Такие вот. Такую мать хочу попробовать продвинуть. Но они красивые. Во-первых, высокие, они выше. Большие. Большие, большие. Большие, да. Большие, да. Да, да, да. Отдай мой рукав. Попробовать все надо. Вот и на ручки. Конечно, да. Ослика на ручки. Замечательно. Да. Ну, вот кроме кос, орхидеи, целлогины и цветут, небось, да? Целлогина хорошо цветет, да. Эх, эх, эх. Целлые коллекции растений бешеные. Боже, сколько лет этому кактусу? Этому? Да. Слушай, лет 20, наверное. Я тебе больше покажу. У меня есть эксклюзивная вещь. Это крестатная форма, на самом деле, банального древовидного ионима, но крестатная форма. И я тут случайно фотографии приятельницы послала. Она спрашивала, она говорит, что спецы говорят, что никогда в жизни не видели такого размера. Ему лет 25. Да. Да. Вот так. Вот так. Уж по полной. И растения, и все. Боже мой. Как сил-то хватает. Я не знаю. А вот еще у Мехтенштейня тоже ей за 20 уже тоже цветет вот такими вот цветами. Ну, поясни, правда. Тоже хорошая такая раритетная штуковина. Да. Маленькая оранжевая. И где-то лягушка живет. А лягушка живет там с собаками. С собаками лягушка. Вот и лягушка. А, так он спать пошел. Да не надо его чистить. Не надо. Он спать пошел. Он сидит в теплом этом, в воде. Теплой. Да. Но все равно он такой решил поспать. Да. Молодец. Тоже много лет ему уже. Да. Класс. Класс. Эх. Эх. Лапы-то какие. Прямо готов размножаться. Но ничего не получилось, да, в этом году? В этом или в прошлом, когда пробовали? Он сожрал самца второго. То есть, Алексей сажал двоих там. Ага. Для конкуренции. Сожрал самца, а самка скинула икру. И не получилось ничего. Ну, вот как обычно, да. Самки кидают и ничего не выходит. Ладно. Посмотрим. Буду пробовать в своей оранжеве что-нибудь. Меня там хорошо. Ах. Так здорово стало. Ладно. Спать лягухи. Да не надо его чистить. Не надо. Хорошо. Он покрывается. Вот. Не буду тебя чистить. Вот. Хороший такой человек. Хороший. Хороший, да. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Всё. Домой. Сейчас потечем. Уже. всем задаю дурацкий вопрос вроде безумное хозяйство столько работы столько ну много работы для нормального среднего обычного человека это безумие но а счастье есть но действительно я просто всем нашим сумасшедшим прекрасным людям задаю этот вопрос насколько вы вообще счастливы в этой жизни абсолютно ну нет абсолютно не бывает все время какой-то червяк не могу тебе сказать что вот вечером я но тут люди которые меня мало знают они думают что я стою в 5 утра беру совковую лопату в 12 ночи с этой лопатой падаю в кровать если я буду оставлять если я 8 утра приду к своим козам ни одна гадина даже головы не поднимет будет раздаться богатырский храп кто-нибудь поднимет глаз скажет что женщина уйди люди спят в это время дальше то есть утро у нас нет это объем работы бог с ним с объемом работы а счастье до вечером вот я еще там пытаюсь почитать что-нибудь вечер то есть я не могу сказать что я не устаю но мне нравится что я устаю потому что это значит что я ну что-то делаю я пусть у меня глупые цели с точки зрения нормального человека там получить какого-то козленка там чтобы в инкубаторе вылупились цыплята или кетлики там осленок белый родился ура у нас там целый жирный кусок счастья может быть это с точки зрения нормального человека это идиотизм допускаю но я так живу это моя жизнь и когда я вечером устаю это значит я что-то делал это хорошо потому что когда я вот звоню своим приятельницам разговоре понимаю что человек утром стоит и думает куда пойти по магазинам поискать где что подешевле или к врачу сходить или какая тоска я думаю она не говорит а знаешь как пенсионеров называют доживающие говорит вы доживающие вы потому что вы не можете найти себе ну не знаю угол гармонии который вас будет устраивать действительно столько интересного всего мне не хватает на растения которые я все хочу на животных которых еще можно было бы на собак андрей николаевич ругается но это все от каждого вот этого от этой частички составляющие нашего безумства безумное хозяйство ты получаешь дозу счастья